инструменты давайте в этом видео поговорим про вкладку инструменты на самом деле данной вкладке скорее всего вы пользоваться не будете для каких-то редких случаев я сам никогда не пользовался но давайте немного не поговорим если кликом на инструменты здесь по нам показывают конвертер рубрика метод и ссылка если я кликаю нас просто перебрасывает вот на вторую здесь ссылку импорт это для тех людей кто ввел блог например есть такая система блогер life journal и хотите переехать например на вопрос но не хотите терять данные записи ваши наработки статьи там за много лет в этих системах и здесь wordpress предлагает импортировать из разных систем записи сюда wordpress не знаю как это работает насколько качественно будет перенос всех этих записей раньше такой опции wordpress не было сейчас нас существует кому-то может быть будет полезно соответственно также есть и экспорт то есть по идее экспортировать в xml файл wordpress записи и здесь можно выбрать что экспортировать записи там страницы и так далее тоже никогда не пользовался не знаю где может пригодиться а вот следующая вкладка здоровье сайта это интересное решение раньше такого тоже wordpress не было вот пресс как бы подсказывает что нужно исправить улучшить и поэтому назвали здоровье сайта то есть никак по-другому лучше это не назовешь так и есть и на что стоит обратить внимание здесь можно посмотреть раскрыть вот это аккордеон на вашем сайте неактивные плагины не нам рекомендуют удалить его да я тоже с этим согласен мы в конце курса почистим то что нам здесь рекомендует wordpress также удалить темы неиспользуемые то есть это родные темы wordpress но самое главное на чтобы я хотел обратить ваше внимание это https протокол для новичков кто не знает здесь вот все описано можете прочитать также в интернете я рекомендую более детально почитать что такое ssl сертификат то есть сейчас наш сайт доступен по протоколу http без с как это посмотреть просто в адресной строке начала вашей вашего адреса здесь вот у меня в браузере в опере не видно но если я адрес скопирую у вас будет то же самое вот начало http когда ssl сертификат подключен то подставляется еще буковка с после п вот как раз таки почитайте в интернете и кстати я скорее всего запишу урок чуть позже о том как подключить ssl сертификат именно к сайту дальше экспорт персональных данных тоже не совсем понятно как бы зачем это нужно будете ли вы это использовать или нет можно то есть пользователи вашего сайта который зарегистрирован сделать экспорт данных его на компьютер например в файл и также придет уведомление на e-mail данного пользователя где нужно будет подтвердить этому пользователю перейдя по ссылке что нужно чтобы он подтвердил экспорт также есть удаление персональных данных тоже такая сомнительная опция не знаю где может пригодиться самый интересный всех здесь настроек это здоровье сайта действительно интересно это для новичков очень полезно то есть сразу сайт показывает что нужно улучшить что исправить хотя сейчас нам говорится что все хорошо на этом я урок заканчиваю и жду вас следующем видео